Диабет – сложное заболевание, которое делится на несколько типов. В первую очередь, различается сахарный и несахарный диабет. Сахарный диабет у собак также делится на два типа, инсулинозависимый и неинсулинозависимый. Известно всего несколько случаев несахарного диабета у собак. Это генетическое заболевание, которое встречается очень редко. Но если причины несахарного диабета генетические, то сахарный диабет – это приобретенное заболевание, носящие далеко не только наследственный характер. Сахарно-инсулинозависимый диабет у собак может развиться на фоне удаления или разрушения поджелудочной железы. Как следствие, инсулин в организме не вырабатывается и организм не может синтезировать глюкозу, главный источник энергии, необходимый для работы всех систем организма. В этом случае лечение основано на постоянном восполнении нехватки инсулина путем инъекций, диета-терапии и постоянном контроле за уровнем сахара. Второй тип сахарного диабета, неинсулинозависимый, встречается наиболее часто. Так же, как и его причины, неправильное кормление и избыточный вес. При этом типе диабета-инсулина в организме, напротив, слишком много. На фоне ожирения организм начинает обманывать сам себя, вырабатывает слишком много инсулина и пытается его переработать. Еще одной причиной возникновения диабета являются сердечно-сосудистые заболевания. Но это встречается не так часто. Основные симптомы диабета всех типов – это повышенная жажда, частая мочеиспускание и одышка. Другие признаки – общая слабость, тусклая шерсть, высыпание и язвы на коже. При малейшем подозрении на диабет как можно быстрее отведите собаку к ветеринарному специалисту. Без своевременного лечения под угрозу ставится не только здоровье, но и жизнь собаки. Диабет у собак и людей лечится совершенно по-разному. Поэтому хозяева, пытающиеся помочь питомцу проверенным на собственном опыте, или опыте знакомых, методом, только усложняют проблему. Иногда до самых печальных последствий. Кроме того, лечение диабета у двух разных собак также может различаться. Назначение ветеринарного специалиста зависит как от типа заболевания, так и от индивидуальных особенностей конкретной собаки, ее породы, возраста, общего состояния здоровья. Главная цель – поддержание постоянного уровня сахара в крови. Помимо инъекций и медикаментозного лечения, ключевую роль в этом играет диета-терапия. Правильное кормление – это неотъемлемая часть поддержания здоровья собаки. Неподходящий, несбалансированный рацион или нарушение рекомендации по кормлению однозначно приведут к осложнениям. В то время как правильная диета собаки при диабете, напротив, позволит минимизировать симптомы и сохранить качество жизни собаки. Действия специальных диет, например, популярная диета при диабете Мончвит Сольюшн Диабетик, направлена на постоянный контроль уровня сахара в организме, профилактику ожирения и нарушение обмена веществ. Как работают такие корма? В состав диет входят два типа углеводов. Одни быстро дают насыщение и легко усваиваются, другие перерабатываются медленно, тем самым поддерживая постоянный уровень сахара. Таким образом, от одного приема пищи до следующего, согласно рекомендациям, уровень сахара в организме не скачет, а держится ровно, что очень важно для животных с диабетом. В качестве дополнительных преимуществ диеты можно отметить наличие в составе супероксидисмутазы, предотвращающие оксидативный стресс, и ксилоолигосахаридов, регулирующих кишечную микрофлору и повышающих иммунитет. Такие качества важны для лечения не только диабета, но и любого заболевания. Если у вашей собаки диагностировали диабет, очень важно правильно оценивать сложившуюся ситуацию. Да, это серьезное, сложное и опасное заболевание, но при строгом соблюдении рекомендаций врача и регулярном контроле состояния здоровья проявления этого недуга устраняются практически полностью. Поверьте, у собаки, страдающей диабетом, ничуть не меньше шансов быть счастливой, чем у здоровой. Особенно, если рядом любящий и заботливый хозяин. Крепкого здоровья вашим питомцам. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.